Добрый вечер, начинаем наш вебинар, который у нас по вторникам проходит, обсуждение текущей ситуации. Должно быть меня слышно, если нет, напишите минус, если да, плюсик, и вы должны видеть шапку, мне написано «Алес». Я сейчас переключу дальше, представлюсь, ну так как у нас вебинар каждый вторник проходит, и большинство людей наверняка знают, что за вебинар, чему он посвящен. Если кто не знает, напишите об этом в чате, я представлю тему вебинара. Вкратце, каждый вторник мы обсуждаем текущие события, то, что повлияло на движение основных валют и активов. События, новости, любого характера, ну больше сосредотачиваемся на фундаментальном анализе. Я должен вам еще и ставиться, конечно же, я Фред, трейдер, управляющий активами, торгую практически на всех руках кроме облигаций, но больше всего занимаюсь опционами, не путать с бинарными, это опционные стратегии, классические опционы на Чикарской и Нью-Йоркской бирже. Ну и, наконец, риски, без них никак, точнее, предупреждение о рисках регулятора требует, чтобы все клиенты, слушатели, потенциальные клиенты были уведомлены, что и Forex, и торговля CFD влекут за собой риски, и нужно быть просто в курсе этих рисков, знать, что маржинальная торговля, плечи дают риски больше, чем при торговле обычными активами. Ну и, конечно же, организатор вебинара Адмирал Маркетс, вы здесь видите офис внизу в Таллине, вверху офис в Лондоне, и данные, куда можно писать, общаться с ними, задавать вопросы по любым вопросам, связанным с торговлей, абсолютно любым. Если вы предлагаете какие-то тематические вебинары по четвергам, то можете уже мне писать. Я вот два предложения уже внес в календарь, в прошлый раз я задавал вопросы, мне в скайпе лично, в личном сообщении предложили две темы. Я их уже внес, и вы, может быть, даже уже их видите в расписании вебинаров, которые публикуются в разделе «Вебинары» на русском языке. Так что будьте смелее, предлагайте любые темы, которые вас интересуют, ну, если они актуальны для большинства, я их обязательно включу в наш календарь. Апрель уже у нас забит, так что остается до мая подождать, если у вас есть интересные темы, то раньше мая мы их не сможем разобрать. В апреле у нас все четыре недели уже заняты. Итак, давайте перейдем к нашему календарю, начнем с него. Обычно я это делаю, можно и на сайте Адмирала, ну, давайте на сайте Адмирала это рассмотрим, так как организатор Адмирала, не будем на сторонние ресурсы уходить, хотя календарь, он общий, он и в Африке календарь, и все они почти одинаковые. Хотя, конечно, календарь для фондового рынка немного отличается, особенно сейчас, вы знаете, что сейчас сезон отчетности начался, и компании будут отчитываться, даже уже начали отчитываться, ИПСы свои, Ординг Кэшер, всякие корпоративные новости. Так что сейчас трейдеры на фондовом рынке, помимо основного макрокалендаря, еще и наблюдают за отчетами компаний, корпоративными отчетами. Вот я открыл календарь, надеюсь, видно на экране. Да, вы сейчас видите именно календарь. Если я правильно настроил... А, нет, хорошо, переключаю календарь. Вот, я думаю, вот так надо сделать. Вот сейчас должно быть видно, вот календарь Форекс написано на экране. Я подожду немного, и да, все видно, отлично. Я тут настраиваю неделю, то есть со вчерашнего дня и по седьмое число, пятница, и устанавливаю фильтр. Нам все подряд новости не нужны, нам нужны только основные важные новости, они тремя красными точками отмечены. Ну и страны выбираем. Штаты у меня отмечены, но австралийским и новозеландским долларом я не торгую, так что их я не выделял. Ну, Японию можно, хотя редко новости с Японии влияют как-то сильно на рынок и даже на USDGPY. В общем-то можно Германию, UK, еврозону и штаты вот оставить, и все. У меня вот такой стоит календарь, потому что не каждая новость может двинуть сильно рынок, а тут еще и выделять всякую Индию и Италию. И так мы видели вчера, почему-то на понедельник не были, по-моему, я день неправильно выбрал, хотя нет, вот третий, Мандой. Вчера же были данные важные, причем данные были по АСМ, видимо, он не включил его в календарь. Давайте по брифингу посмотрим, это очень странно, потому что было в календаре данные по АСМ, я сам видел, они были, вышли очень хорошие. Да, все верно, третье число, апрель, понедельник, АМ-индекс выходил, чуть лучше, чем ожидалось. Но вернемся в адмираловский календарь, видимо, он АСМ не посчитал нужным, но и не сказать, что это самый важный. А торговый баланс в США улучшился, не сказать, что это важно для рынка, но Трамп сейчас борется с исправлением торгового баланса, чтобы торговля с Китаем как минимум выправлялась, то есть товар покупался или хотя бы дефицит уменьшался. Это один из лозунгов Трампа, что-то вроде «хватит кормить Китай», хотя, конечно, никто никого не кормит, идет торговля международная. Ну, вот я видел график, в последние годы за 15-16 лет торговый баланс с Китаем не в пользу США, очень сильно дефицитным стал товаров у Китая покупается. Намного больше разница увеличилась за эти 15-16 лет, очень сильно. Вот где развитие Китая, вот где быстрые бурные темпы роста ВВП в Китае. Это все в долгосрочном плане, в краткосрочном, может, они привирают иногда, потому что китайская статистика, и мало кто особо верит, но в долгосрочном плане все понимают, что это действительно бурно развивающаяся страна была, особенно за эти 15-20 лет. Китая, то есть она из какой-то аграрной страны, так давайте ее назовем, аграрной страны, может, китайцы обидятся, а за какие-то 20 лет превратилась, ну, пускай не в самую развитую, но достаточно промышленную, производящую, ну, все и вся, пускай иногда не самого высокого качества. Я помню, один из моих клиентов был на Hanover, есть такой, может, ударение правильно ставлю, в Германии каждый год проходит она, айтишная выставка, и как-то он мне позвонил, говорит, угадай, чей стенд самый большой в Hanoverе. Я говорю, ну, может быть, Apple, он говорит, нет, конечно же, нет, я даже не видел, где Apple, может быть, говорю, Motorola какая-нибудь, все-таки там сетевые какие-то, Cisco, он говорит, нет, Huawei, и еще какая-то китайская компания, не помню, не Xiaomi, это другая Xiaomi, может, тогда еще и не было. Так что, вот, за какие-то несколько лет мы получили на рынке и Xiaomi, один из крупных производителей мобильных телефонов, ну, да, пускай дешевых, не самых качественных, но, в общем-то, по количеству трудных телефонов, там, цифра внушительная. Мы получили Huawei, который стал достаточно развитой компанией на рынке сетевых устройств, от маленьких модемов и заканчивая. Ну, ладно, что касается торгового баланса, я лишь хотел сказать, что в последние годы важность торгового баланса США снова выходит на передний план, и это будет влиять на доллар, особенно, если Трамп будет делать какие-то успехи в этом направлении, будет снижаться торговый баланс, может, после наводить, это не самый лучший метод или еще что-то, но, вот, будем следить. Дальше у нас в среду, торговый баланс вышел сегодня совсем недавно, в среду у нас завтра ADP, для тех, кто не знает, я шрифт увеличу, для тех, кто не знает, ADP это частная компания, которая публикует пятничный нонфарм, только уже по альтернативным своим расчетам. Сама считает, сколько новых рабочих мест было открыто в США. Оно тоже важно, достаточно сильно коррелирует, по крайней мере, в направлении, в трендах коррелируется с нонфарм, коррелируется. Дальше ISM PMI, ну, вот, ждем тоже 57, не думаю, что это слишком важно, хотя, знаете, неизвестно, откуда грянет новый гром, когда наступит, а точнее, с какой стороны будет кризис, ветер дуть, да, кризиса. В следующий раз, может быть, это будет как раз производство, да, этот индекс показывает деловую активность, в данном случае не в производственном секторе, но ISM PMI, это Purchasing Managers Index, индексы закупочные, так скажем, менеджеры по закупкам, сами публикуют, заполняют опросник, и по этому индексу рынок судит, насколько они оптимистичны в будущих своих покупках. Ну, то есть, если рынок будет штормить со стороны производства, перепроизводства или спроса, то это будет важно. В прошлый раз был ипотечный кризис, производство было лишь пострадавшей стороной, так, рикошетом ударило по производству, а на самом деле проблемы начались со всем другой стороны. Но мы не знаем, что будет в этот раз. Дальше протокол комитета по операциям на открытом рынке, это достаточно важно, потому что, если кто помнит, фунт начал расти после сильных… Сильных я вот тут покажу, немножечко давайте отойдем от календаря, я переключусь на… Немножечко вы опоздали, я переключусь на… Так, на что я переключусь? На MetaTrader, вот он, у меня слишком много видео, программа открыта. Я даже не знаю, где у нас MetaTrader, потому что я его в списке не вижу. А, вот он, MetaTrader, я переключаюсь на MetaTrader и покажу вам фунт. Вот этот рост, последняя волна роста или предыдущая волна, вот не помню. Грубо говоря, в этом кусочке, в этой волне свою роль сыграл и фактор протокола по Банку Англии, в котором говорилось, что из девяти членов восемь голосовали за сохранение ставки и один член, точнее одна… Мы уже об этом говорили в прошлой книге, потому что давно была… Была за повышение, и вышедшая инфляция после того, как этот член комитета проголосовал, доказала, что она… Ну, не то чтобы была права, у каждого свое мнение, но страхи по инфляции, они не на пустом месте, и действительно, ее беспокойство было… Не зря она беспокоилась. Инфляция была 2,3%, это выше, чем целевой уровень Банка Англии. У Банка Англии целевой уровень 2%. Я посмотрел в отчетах Банка Англии, было написано, что какое-то время… Ну, в том же протоколе, кстати, было написано, что какое-то время Банк Англии даже ожидает, что ставка инфляции будет выше, чем целевой уровень, вплоть до 2,7%. То есть, если такое случится, Банк Англии не будет в шоке, не будет для него это сюрпризом. Вот это стоит учесть. Почему это важно? Вы можете на сторонних ресурсах тоже протокол на русском языке, так сказать, расшифровывать, какие-то тезисы основные видеть. Я это делал на сайте forex.pf, наверное, знаете. Ну, это не брокер, так что адмирал не обидится за то, что я этот сайт упоминал. Ну, или пробейте в гугле протокол Банка Англии, и на русском языке будет. Вот там были очень важные тезисы, именно опубликованные в протоколе, что ждет Банк Англии, кто за что голосовал, почему голосовал и так далее. Так что это достаточно важно сейчас, раз мы вступили в эру роста ставок в центральных банках, что в США, что в Англии, а может быть и ЕЦБ будет скоро. Ну, не совсем скоро, но в ближайшее время, может быть, начнут делать изменения в своей кредитной монетарной политике. Так что, что касается протокола, вот с этой точки зрения это сейчас достаточно важно. Ну, и дальше, наверное, президент Трамп встретится с председателем, как у них называется, председателем правительства? Нет, коммунистической партии, или просто секретарь, да, секретарем Китая, или можно даже президент, то есть написать. Если кто знает, это отпишитесь, я даже запутался, как у них называется пост главы государства, вроде и президента, а вроде и секретарь. Итак, насколько это важно, наверняка будут какие-то фразы, касательно доллара, очень даже могут быть. Китай, как вы знаете, долгое время, давно уже, может лет 10, занимается тем, что манипулирует курсом юаня, делает его дешевым, потому что Китай – это экспорт, и товары китайские за границей лучше продаются, так скажем, потому что юан искусственно поддерживается. Ничего плохого в этом нет, хотя американцы долго с этим боролись, намекали китайцам, что это не совсем правильно. Почему-то, когда, ну вот я сейчас не совсем как либерал, да, буду говорить, почему-то, когда американцы вводят пошлины, то им ничего не говорит, когда Трамп уступает со всякими борьбами. Это можно, а когда другие страны нельзя. Вообще-то никому нельзя, да, я тут не на стороне, так сказать, китайцев. Никому нельзя, свободный рынок предполагает торговлю без пошлин, без барьеров, без всяких там мер по закрытию внутреннего рынка и так далее. На то и нужен ВТО, на то и нужна рыночная экономика со свободной торговлей. Ну вот некоторые страны нарушают, собственно, ВТО это все расследуется, для того, собственно, он создан. Окей, возможно, Трамп что-то скажет, случайно, не случайно, он такой эмоциональный президент. Кстати, скоро будет 100 дней, Бундерг постоянно показывает такую, да, вставку, где написано 100 дней президента Трампа. Посмотрим комментарии, ну, так как мы не живем в США, чувствовать, так хорошо у нас не получится, да, по фону в средствах массовой информации. Ну, специальные передачи на Бундерге созданы, чтобы, так сказать, объяснить нам 100 дней, как прошли и чем они отличаются от 100 дней Обамы. Просто популизмом или он что-то сделал хорошее. Ну, вот что я слышал из того, что сделал Трамп, это попросил, заставил или мотивировал Форд, по-моему, оставить рабочие места. Это, да, председатель, пишет Сергей, что в Китайской народной республике именно так называется, спасибо. Оставил рабочие места в компании Форд в Америке. Точнее, Форд обещал не вывозить их в Мексику, видимо, понимая, что с Мексикой не самые лучшие времена будут у Штатов, а оставить их в Америке. И вот единственное, что я слышал, что сделал Трамп, разъезжая по Америке, выступая уже в срок своего президентства. Ну и, наконец, пятница, наверное, самый важный день месяца, это Non-Farm Payals, количество новых рабочих мест США. А в двух словах, чем он важен, кстати, в пятницу встречается снова председатель Народной Китайской республики с Трампом, это два дня будет. Но он уже летит в США, по-моему, в Финляндии, остановился в Хельсинки, пару фраз делал выступлений, каких-то заявлений, а вот два дня будет. Так вот, скорее всего, до того, как выступит Трамп и председатель Китайской народной республики, рынки будут внимательно следить за тем, что происходит на рынке труда. 13.30 по их времени и по Москве. Ну, сейчас везде одинаковое время, да, Киев, Москва, Талин, Рига, из Вильнюса, не знаю, есть ли у нас гости. В европейской части России, на Украине, Прибалтике это 15.30. У нас и раньше было 15.30, а в России перевели время. А так что в это время мы узнаем, сколько новых рабочих мест создано в США. Рынки ждут 180 тысяч рабочих мест, в прошлый раз было 235. То есть рынки готовы к небольшому снижению, а если цифры будут выше, рекордные, да, локально будет рекорд, там, 250 и выше, то точно мы увидим в этом году три повышения ставки, а не два. Одно сделали, остается два, но мне кажется, что будет третье повышение ближе к концу года, потому что неожиданный бурный рост, плюс инфляционное давление. Хотя в последний раз, когда публиковали ВВП, вы заметили, дефлятор, да, публикуется вместе с ВВП, он не показал каких-то изменений. 2% была инфляция по всем товарам дефлятора, это инфляция по всем товарам, входящим, да, скажем, ВВП. Окей, и если будут слабые данные, то даже два повышения ставки будут под вопросом, потому что некоторые... Давайте посмотрим, что думает рынок. Это достаточно сейчас важно для котировок, особенно евро-доллар. У фунта немножечко своя игра, хотя у евро тоже наклевывается, так скажем, своя игра, но для евро и USD это очень важно. Значит, 3 мая ставка почти 96%, надеюсь, вы видите, да, вы видите. Секунду, почему-то переключилось сюда, сейчас я уберу. Да, на май 96% сохранения, никто не ждет, что ставка будет повышена, точнее, большинство не ждет, 4% все-таки ожидают повышения на 25 базисных пунктов, 0,25%. На июнь, 14 июня уже резко изменилось соотношение сил, 42% ждут сохранения, меньше половины, видите, 3 мая практически решенный вопрос. Но нонфармы могут изменить, более того, нет, кстати, на 3 мая нонфармы мы вторые не увидим, мы увидим только одни нонфармы, значит, важность растет этих нонфармов. Именно эти нонфармы будут влиять на решение 3 мая, если они будут очень хорошими, возможно, расстановка сил изменится. Значит, 14 июня мы посмотрели, на июль, похоже, 36 против 53, сентябрь уже резко изменилось, да, 22, уже второе повышение ждут, наверное, ноябрь, декабрь, да, вот скорее будет ноябрь или декабрь, видите, одно повышение и второе повышение равнозначно в декабре. Скорее всего, рынок ждет, что два повышения будет до конца года, ближе к концу года, второе, а вот первое уже к 14 июня, очень даже вероятно, вот, 55% больше половины. Значит, следим за этими данными в пятницу, возможно, будут качели, если цифры будут сильно отличаться от прогнозных. Вот прогнозные 175-180, на одном календаре я видел 175 было, вот у Адмирала 180, а у брифинга 175, 170 и, ну да, 170 через 180, можно 175 взять за среднюю цифру. Нет, вру, 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 170 это частные, вот, 175-180, все правильно, я правильно сказал, 175-180 тысяч, а вот частные ожидается, вот уже другая цифра, они важнее, чем общий нонфармс, потому что частные, рабочие места в частном секторе, они как раз и создают ВВП, а в госсекторе это все, так сказать, халявщики, да, так скажем, они не участвуют в создании продукта, ну, то есть ВВП же не учитывает трансферы, то есть, если кто-то получил пенсию, то вы, то это не входит в цифру расчета ВВП, это всего лишь трансфер с пенсионного фонда на расчет, там, Джанет Джексон какой-нибудь, именно частные рабочие места важны, то есть, если есть большая разница между общими нонфармами и частными, не в пользу частных, то это разочарует рынок. Ну и уровень безработицы ожидается всего 4,7, извиняюсь, как и был, это уже такие минимумы, а ниже, давайте посмотрим, было ли ниже, да, было совсем недолго, очень давно, да, по-русски давно и неправда, вот до предыдущего кризиса мы опускались вплоть до 4,5, по-моему, да, было, может быть 4,4, тут просто не видно, до середины, между 4 и 5 диапазон опускались, и сейчас мы где-то вот здесь, то есть, экономический цикл набирает обороты, дошел до своих пиков, может быть, это начало пика, пик же он неровный, да, это не линейная такая прям ровная линия, где начало и конец не имеют никаких отличий, пик, он все-таки имеет разные уровни, можно сказать, что пик уже начался где-то там в 14-15 даже, ну, может быть, 16, и вот инфляция, точнее, часовая оплата трудящихся, она и есть предвестник инфляции, тоже растет, и ставки повышать начали вот здесь, и это неудивительно, впервые был такой сильный уровень, так что все пока идет по, скажем, плану, все пока можно предугадывать, даже не предугадывать, объяснять постфактум скорее точно можно, нет никаких шагов ни от ФРС, ни от движения рынков, которые прям вот шоковые, непонятные для рынка. Если что-то вам непонятно, заходите во вторник на наш вебинар, мы будем все обсуждать, рассуждать, и вы будете тоже понимать, что происходит, и так как я не сторонник, такой не алармист, очень много людей, аналитиков я вижу, алармистов, те, которые, включая часть из них, не видят проблем в своих странах, например, некоторые россияне, да, постоянно кричат, начиная от того, что штаты развалятся и заканчивая тем, что все у них там плохо, и так далее. На самом деле это не так, рынки всегда все знают лучше, чем все остальные диванные аналитики, да, аналитики рыночные лучше, квалифицированы, более квалифицированы, чем диванные аналитики, и толпа рыночной рынки, то есть своими действиями эти трейдеры, даже не аналитики, трейдеры, торгуя, покупая, продавая, рискуя своими деньгами, лучше понимают, что происходит. Я говорю это не голословным, да, не боюсь быть, это не какие-то заученные фразы, у меня есть даже, так скажем, эмпирические данные, как-нибудь в следующий раз я покажу эти данные, может даже показывал. Таблица, где видно, что рынки за 50-60 лет последние, то есть там с 54 года, нет, в 11 случаях угадывали направление экономики раньше, чем она разворачивалась, и только один раз опоздали на один месяц. То есть, если взять 10, 12 пиков экономики, да, ВВП, сейчас я переключу, ну, допустим, мы это видим по, давайте по Бурнергу, ну, вы знаете, что такой пик, не буду сейчас искать, а в 12 пиках ВВП рынки показывали этот пик на 6-8 месяцев раньше, в среднем. То есть, сначала рынки разворачивались и падали, и только потом ВВП показывало отрицательные цифры. И наоборот, на дне происходило то же самое, рынки почти всегда, ну, помните, 9-й год, рынки 6-го марта или там 3-го марта показали минимум и пошли вверх. И только в 10-м экономика начала выправляться, потому что нонфармы, ВВП, все еще в 9-м выходил плохой, страшно было безработица, увольнение, кризис, а рынки уже пошли вверх, спекулянты своими действиями начали закупать, думая, авось уже худшая позади, и действительно, они угадывали за последние 12 случаев разворотов сверху и снизу, неважно, при чем это эйфория или паника, только в одном случае они на месяц опоздали. Так что рынки знают лучше, все, что мы видим на графике, в более глобальном смысле, в долгосрочном смысле, лучше угадывать даже экономику, хотя, казалось бы, это должно быть наоборот, сначала рынки растут, потом трейдеры видят, что все хорошо и начинают покупать. Но вот так коллективный разум оказывается умнее, мудрее и угадывает все эти развороты почти всегда. Так что, да, это я к тому, что не стоит быть алармистом, читать ZeroHedge сайт, есть такой сайт, там постоянно паника, причем с 10-11 года, вечно у них графики показывающие, что все плохо, вечно у них предупреждение, что впервые с такого-то года такой-то график ушел выше такого-то, ждите бед, ждите разворота. Ближе к дому, так скажем, очень большое количество желтых изданий в России, даже, так скажем, пропагандистки направленных, постоянно публикуют, что Евросоюз вот-вот развалится, евро вот-вот перестанет существовать. Не нужно читать советские газеты до завтрака или, как говорил Булгаков, приходите на наш вебинар, и мы откроем вам глаза, если у вас сомнения. Итак, давайте дальше открывать глаза и посмотрим, что происходит уже на рынках. Фунт, мы перейдем к нему, сейчас я переключу наш вебинар на мета-трейдер. Фунт, как мы показывали, движется, видите, как он хорошо видит эту линию, как он прекрасно ощущает, так сказать, вот эту трендовую нисходящую линию, и даже нарисовал треугольник. Ведь не случайно, что мы соединили два минимума, получили третье, пункт в пункт. Не случайно, что мы соединили, ну хорошо, не два даже, три минимума, максимума, значит, два минимума, один максимум, получили третью точку и получили четвертую точку. Так что, что я могу точно сказать, уважаемые слушатели, что мы из этого треугольника выйдем, и это любой может сказать, даже маленький ребенок, потому что этот треугольник сужается, и рано или поздно из него мы выйдем. И чем дольше мы будем в нем колебаться, тем сильнее будет пробой. Ребенок уже это не сможет точно подтвердить, это уже негласное правило на рынке, такое неписанное наблюдение, чем дольше формируется флэт, тем сильнее будет пробой. Но неважно, он уже долго формируется, представьте, что это дейли график, и мы со времен Brexit увидели только два флэта, да, один флэт, тот, который был сразу после Brexit, рынки не могли определиться, очень сильно упали или нет, и второй уровень, так скажем, уже первый со всем этаж, это когда алгоритмическая торговля свалила фунт очень сильно на 1,18, хотя на некоторых ECN некоторые брокеры писали, что уходило и на 1,13, но на регулярном рынке мы это не увидели, это какие-то уже ECN, их можно даже не считать. Так вот, мы снова во флэте, хотя движение, конечно, серьезное, для последних сильных постбрэкзитовских движений, 950 пунктов это, наверное, не так много, потому что тут у нас за сутки улетели, кстати, сколько мы на брэкзите улетели, я давно уже не смотрю статистику, мы на брэкзите улетели до минимума 1600 пунктов, да, так что 900 пунктов здесь это всего лишь отскок дохлой кошки. Так что ждем, мне кажется, если инфляция еще раз покажет сильный рост до 2,5, вот следующий раз, не как говорит Банк Англии в январе уйдет, да, на 2,7, на 2,8, возможно, а уже сейчас увидим еще одно усиление инфляции, то фунт не удержится. Брэкзит, там 50-я статья, все это не важно, все в цене, а вот инфляция наступающая еще не в цене, и если это произойдет до заседания Банка Англии, уж точно мы пробьем верхние лимиты, потому что Банк Англии на следующем заседании это получит как сюрприз. Но если после заседания Банка Англии произойдет, то тоже, кстати, мы не знаем, потому что протокол-то публикуется через 2 недели, через 2 или через 3, в Америке через 3, в Англии через 2, через 2 недели. Так что если Банк Англии проголосует, мы не узнаем, как они проголосовали, и только уже после инфляционных данных мы увидим, как проголосовал Банк Англии. В любом случае, инфляция сильно, очень важна, Brexit, конечно, никто ни на второй план не уносит, потому что сейчас очень много разговоров, я вот по Блумбергу сегодня смотрел, шли разговоры, что часть оппозиции очень сильно сопротивляется и хочет Brexit отменить, грубо говоря, хотя это невозможно, но они все усилия прилагают к этому. Вот только что Блумберг показал, стоит 50 миллиардов. Давайте к Тесле перейдем, раз уж тут Блумберг нам дал идею. Тесла вчера был очень сильный рост, кто-нибудь знает, с чем связан рост? Я-то знаю, просто хочу, чтобы диалог был немножечко живым. Кто в курсе, почему Тесла улетела вчера с, сколько там было, с 280, с копейками сразу на 300, вот сейчас она 301 доллар за акцию. Если помните, мы говорили, что стоит дождаться коррекции, хотя я ждал более глубокой коррекции, в район там 200-225, но не дошли, а 240 с чем-то было. Но вот эта вот фигура пробоя флага, ее никто не отменял, она все еще в действии, да, не дали нам зайти. И еще я говорил, что может быть на втором косане снова пробить, да, это уже была плохой идеей. Нет, нет, Тесла же к ракете мало отношений имеет. Тесла на выходных выпустила отчет, где было, нет, нет, тоже нет, было, черным по белому написано, что Тесла за первый квартал поставила 25 тысяч автомобилей уже. Прогнозы были 23-24,5, то есть больше, чем ожидали аналитики, больше, чем были даже самые оптимистичные прогнозы. 24 тысячи 500, на 500 машин больше. То есть тот риск основной дамок, вот меч, который висит над Теслой, риск того, что Тесла не сможет на рынок поставить достаточное количество автомобилей ввиду нехватки производственных мощностей, он рассеивается. Это был единственный риск Тесла. Ни отсутствие финансирования, ни еще что-либо не мешает Тесле расти. Да, вы правы, Станислав, бизнес FM прав. Тесла до сих пор убыточна, я же могу показать, насколько она убыточна. Так, это у нас курс, я сейчас переключу вебинар, и мы посмотрим, насколько Тесла убыточна, достаточно, убыточна, чтобы ее прямо называть. Так, секунду, курс я не буду закрывать, у меня сейчас сделки по курсу будут. Давайте я открою новое окно, где мы разберем Теслу. У нас времени не так много на все, но вот ради слушателя, который по бизнес-саму узнал информацию, ради подтверждения этой информации. А вот, смотрите, 9,6% с каждого автомобиля несет Тесла убыток. Ну, понимаете, что Тесла не так много лет, чтобы Model S и Model X уже выходили в прибыль. Один гигафактор и стоит 5 миллиардов, он, да, было. И это нормально, скорее всего, что Тесла, его даже можно рассматривать как стартап в автомобилестроении. Кстати, о стартапах в автомобилестроении, обратите внимание, Тесла, компания, которой, ну, допустим, десяток лет, если считать и первую модель, спортивную, на которую Брэд Питт катался. Хотя мы о Тесле узнали там в 11, в 10, в 12, но Тесле чуть больше. Так вот, для рынка автомобилей это абсолютно новый проект. Ford, один из первых автомобилей, да, в Америке, конвейер первый и так далее. Сейчас Тесла стоит дороже Ford. Вот так, вот такая компания Тесла, хоть она убыточная, но рынок в нее верит. И капитализация Теслы только что дошла 50 миллиардов, вот вчера она была 48,5 миллиардов. Давайте посмотрим, сколько у Ford капитализация меньше, потому что я уже вчера читал новость на Блунберге, смотрел точнее, что. Так, Ford Motors, 45 и 47, 45 миллиардов стоит Ford Motors. А, кстати, на днях, вчера точнее выходили данные по продажам автомобилей и Ford упал на этих данных. То есть продажи автомобилей в США упали. Но не для Тесла, это не статистика Тесла, у них все хорошо, у них 400 тысяч предзаказов. Хорошо, идем дальше, переключимся. Ну, тут уже делать нечего, очень сильный был пробой, очень сильный рост. Боюсь, что заходить сейчас ни в шорт, ни в лонг, а смысл опасно, страшно. Netflix у нас никак не развернется, все разворачивается. BMW у нас тоже вот в рамках этого флажка ложного пробил, причем два раза ложного пробил. Но все, разворот в мировых рынках не дает покоя BMW. Вот, как я говорил, я бы ожидал еще одного пробоя в районе там 75-70, но там бы, может быть, уже хорошо было взять. Вот вчера я читал еще одну новость, Bloomberg молодцы, очень много аналитики публикуют. Причем даже можно английского особо не знать, в названии уже видно, что они хотят сказать, там такие грамотные журналисты, что название уже вставляют большую часть информации. Так вот, среди лакшери автомобилей впервые, может не впервые, BMW обогнал Мерседес, но именно среди лакшери, там на 1900 машин больше было продано. В Америке еще, это в одникарской статистике. Так вот, для тех, кто BMW присматривается к бумагам, к CFD, это еще одна хорошая новость. Ну, можно где-то почитать, можно даже с переводчиком почитать, с гугловым, может быть, будет как-то понятно. Facebook у нас опять у этой линии, никак не упадет оттуда. И думаю, что все-таки хорошая идея шортить с небольшим стопом, а если рынки развернутся, Facebook тоже пойдет с ними. Но учтите, что у Facebook не такой большой, как мы говорим, бета небольшая. Что такое бета, это зависимость от рынков. То есть, Facebook по отношению ко всему рынку всего 0,68. Если S&P падает на 10%, Facebook падает на 6,8. Обычно, исторически. То есть, сопоставление графика Facebook и сопоставление графика S&P показывает, что у них не совсем там строгая корреляция. Не один у них корреляция, а 0,68. Так что учтите и это. Ну и, наконец, давайте вернемся к нашим сырьевым и товарно-сырьевым индексам, активам. Начнем с индексов, потом и на евро перейдем. У нас тут флажок такой по S&P индексу. Вот ровно в этом канале мы вошли в этот канал. Иногда выходили из него, очень сильная была айфория. Мы потом возвращались в него и в этом канале мы, можно сказать, уже очень долгое время, с 2016 года, с начала 2016 года, уже больше, чем год. Посмотрим, как мы его пробьем. Я бы пока ничего не делал. Тут опять треугольник, который мы рано или поздно пробьем. Будет айфория, уйдем вверх. Будет коррекция, уйдем вниз. Ну, как вниз, какую-то коррекцию до 2250, я думаю, сделаем. Сам Бог велел рынкам выпустить пар и отдохнуть от такого бурного роста. Надеюсь, больше денег с рынка облигаций приходить не будет. По нефти интересная картина вырисовывается. Давайте это уберем. Мы возвращаемся в канал. Мы еще не вошли. Почему так получилось, что график... Нет, эту линию давайте не считать. Я лучше заново нарисую. Вот мы соединим вот эти вот минимумы и получим канал, из которого мы вылетели. И теперь пытаемся войти, но пока не смогли. О чем речь идет? Фундаментальных факторов достаточно много, чтобы нефть вросла. Завтра у нас выйдет запасы. Мы узнаем, насколько в Америке увеличится коммерческий запас. А пока на ожиданиях того, что ОПЕК продлит действие своего решения по сокращению квот. На миллион восемьсот было последнее решение. Пока на этих слухах, на этих данных растет все. Ну, я думаю, что это не так легко будет. Я бы использовал это для входа в шорты. Может быть, не здесь, чуть выше. Чтобы был повод войти в шорт. Какие-то графические линии рассматривал бы. А вот такие какие-то попытки где-то уловить какую-то точку, откуда ставить стоп-лосс, будет удобнее. А если уж сильно вырастим, то вот вам еще один стоп-лосс на 55. Глобальный стоп-лосс. Опять же, нефти на рынке полным-полно. Миллионы, десятки миллионов прирост коммерческих запасов. Если пару раз еще запасы выйдут с повышением, а нефть не будет отыгрывать. А такое было уже. Я не хочу выглядеть капитаном очевидности, но действительно такое было. Нефть росла или не падала, а запасы росли. И это вот здесь было. Ну и вот кто воспользовался, воспользовался. Я в шортах стоял. Конструкцию свою дополнил опционную. Так что я бы рекомендовал ближе, после бурного сильного роста, ближе к каким-то уровням 52-53, воспользоваться этим, поставить грамотный стоп-лосс. Вообще бы я поставил стоп-лосс на 55, то есть пан или пропал, как говорят. Лучше уж сайз уменьшить, вместо одного лота зайти 0,3 и увеличить стоп-лосс, чем заходить большим лотом и ставить близкий стоп-лосс, а потом вылетать по нему. Все равно получится то же самое. Мы собираемся взять не доллар, не два. Зайдите меньшим сайзом, нервов будет меньше и не выходите раньше, чем надо. Ставьте большие тейк-профиты, допустим, на 47-50. Вот и все. Вы получите то же, что и хотели получить с большего сайза слота. Газ молодец. Газ у нас эту линию, как вы видите, очень четко воспринял. Увидел ее и от нее хорошенько отлетает вверх. Посмотрим тоже, что будет в четверг с запасами по газу. Я пока не знаю, что за новости двигают газом. Ну да, был март, сначала его прогнозировали теплым, потом оказалось, что нет, он все-таки холодный. Запасы там не сильно изменились. Видимо, пойдет прирост. Тоже бы использовал для продаж, если все-таки метеорологи не изменили прогнозы и запасы будут выходить в пользу снижения. Ну, пока не знаю даже, что делать. Ракета летит вверх от очень низкой базы 2,6-2,7. Посмотрим, где она становится. По моим позициям могу сказать, да, я всегда показываю свой счет. И сегодня его покажу. Даже если там будет снижение, я его буду показывать, чтобы все было честно. Хоть у меня немножечко другой рынок, но инструменты похожие. Инструменты те же. Видно ли? Сейчас мы переключим на браузер. Должно быть видно. Да, если не видно, напишите минус. Так, пускай качается. Очень долго качается почему-то. Так, фейсбук закроен. Видимо, часть окон надо закрыть. Вот уже, по-моему, открывается окно. Тут небольшая маленькая просадочка, связанная с индексом. Уже 109, даже 110 было с утра. 109, а было 114, 115 в среднем держалось. Ну, вот 4-5% просадка. Она связана с ростом индекса. У меня шорт на индексе, но он в конструкции. Тут очень много путов продано, поэтому этот шорт, он... Такой, так скажем, дельта-нейтральная позиция немножко. Дальше. Что еще? А, и нефть, конечно, пошла вверх. У меня два шорта висят. Видите, абсолютно против меня идут рынки, а я теряю не так сильно. Хотя, может быть, 5% это много для счета, который по 2-3% в месяц прибавляет. Но вот тут очень много аукционов, которые истекают, дадут прирост. До 113, по крайней мере, вернется счет, если эти аукционы истекали бы сейчас. Посмотрим, что будет дальше. Но сейчас эту конструкцию закрывать нельзя. И пшеницу я брал, но пока стоит с убытком. Я брал по 6, сейчас 4-6. Мы посмотрим, что будет в течение целого месяца с лишним. У нас тут пшеница на Finviz. Я хотел ее показать. Вот здесь, если фьючерсы нажать. Wait, wait, wait. Где он выйдет? Вот 427. С утра вроде неплохо росли. Вот у нас, если на часовом графике посмотреть. Вчера был хороший список. Я так и не успел, значит, чем связано. Объемы хорошие были. Вылетели на новый минимум локальный, потом на чуть ли не максимум. У меня 435 колл. То есть мне выгодна любая цена, выжить 435. Плюс я отдал 6 пунктов. 441 мой без убыток. То есть для месяца это очень даже мало. Представьте себе, мы уже почти были 435 вчера. Буквально осталось каких-то 10 долларов, 15 долларов. А у меня целый месяц впереди. То есть есть все шансы, что мы за месяц уйдем вверх. На 450 у меня уже будет приличная прибыль. И на 460 или на 480, то, что было у нас в феврале, прибыль будет очень даже гигантской. Ну посмотрим. А нет, так нет. Я потеряю то, что потратил. Сколько там было? 462. Но было 600 с чем-то долларов. Окей, и наконец вернемся. Да, золото у нас осталось. А золото пока в рамках сопротивления вот этого 470, 60, 61, там 63 сопротивления. Снова увидели эту линию, коснулись ее и удержались около нее. Если фондовые рынки начнут сильное движение вниз, золото, я думаю, не устоит. Попытается еще выше идти. А на эйфории будем падать вниз. А тут пока тоже нет никаких уровней. Вроде все, что на экране нарисовано. Я не переключил пока секундочку. Все, что на экране нарисовано, вроде, да, должно быть видно, вроде в силе. Ну и наконец давайте евро. Посмотрим, что происходит. Доллар снова укрепляется. Мы в таком канале. Назовем его флаг. Очень даже неплохой флаг. Посмотрите технически. Вот если это снижение, то это коррекция против снижения. Флаг так называемый. Пробой его нижней границы нам даст уход вниз на паритет. Но учтите, паритет уже не так актуален, я бы сказал. Не сильно актуален, как это было раньше. Конечно, я не удивлюсь, если мы на новом фармах пробьем. И риторика ФРС тоже будет такой ястребинной. Но все же, мне кажется, по моим, так сказать, наблюдениям, настроению, тот паритет, который я ждал полгода назад, да, он уже менее такой реальный. Почему из-за ЕЦБ? Ждем заседания ЕЦБ. Мне кажется, настроения ЕЦБ немножечко изменились. Марио Драги перестал, не перестал, а на вопрос, возможно ли такая ситуация, когда ставки будут повышены до окончания QE, да. Он промолчал, ничего дельного не ответил. То есть, если рассматривается повышение ставок до конца года, то это плохой знак для доллара и хороший для евро. Но техника нам говорит, что пробитие вот этого флажка очень даже может сильно унести вниз. Посмотрим, что будет. Я вообще не вижу сигналов нигде. Торговать по тем уровням, которые сейчас есть, точно я бы не стал. Ну, в иену мы не заходили, не знаю, что здесь происходит. По фунту, по евро ничего интересного нет. По S&P тоже ждем пробития, ничего интересного нет. Нефть, опять же, против краткосрочного тренда, в сторону долгосрочного тренда. Газ уже вырос, золото на непонятных уровнях. Можно, конечно, стопик поставить, но учтите, как только фондовый рынок извернется, снесет все стопы. Так что, такая неделя, где ничего пока не намечается, но учтите все это временно, потому что, а, ну я уже заканчиваю вебинар, можно уходить от экрана метатрейдера. Начинается сезон отчетности, раз. Нон-фарм в пятницу, два. Протокол ФРС, да, он был, да, три. Ну и, наконец, фактор Трампа пока никакого влияния не оказал на рынке, то есть рынки-то выросли, но, на мой взгляд, он еще будет кошмарить рынки заявлениями, шутками и так далее. Или просто рынок разочаруется, что этот популизм, он действительно является популизмом. Ничего дельного пока Трамп не сделал. Америка такая страна, что это все-таки не развивающиеся страны. Не важно, Турция, Россия, Украина или какие-либо страны помельче, особенно, там, какие-то азиатские, кавказские республики, где один человек решает все и, не дай бог, батюшка, царь, шах, падишах, хан или кто угодно, уйдет все, все коту под хвост, все изменится, там, хаос и так далее. В Америке даже не важно, республиканцы или демократы. Ну, вот сейчас Трамп такая колоритная фигура, может быть, да, какой-то будет дисбаланс, какой-то будет колоритность, да, несет в политическую жизнь, и будут споры какие-то, все-таки это не демократ, который продолжал бы линию Обамы. Вот и все. Налоги будут у одних чуть выше для богатых, у других чуть ниже. Вот Трамп сейчас вроде для рабочих и крестьян что-то будет делать. Небольшая разница, в общем-то жизнь не сильно изменится. Вот, не дай бог, где-нибудь в тех странах, о которых я говорил, да, чуть раньше, перечислял, вот там, если сменится власть, будут изменения силы, дай бог, чтобы она менялась легитимным путем. Хотя иногда другого пути нет. Хорошо, мы заканчиваем вебинар, вроде все рассмотрели, все обсудили, если у вас есть темы на четверг, вы пишите, с удовольствием разберем. Ну, интересно, я посмотрю, если у нас на сайте уже объявление, а Роман, по-моему, поставил, сейчас это точно, а вот у нас адмираловский сайт, календарь. Вот мы зайдем сейчас в вебинары, я оглашу весь список, чтобы не было повторений, да, а то, может быть, вы предложите какой-нибудь вебинар, а он уже был, он уже запланирован. В списке вебинаров у нас должно быть, предлагала слушательница, мой личный опыт, да, я к нему подготовлюсь особенно, сейчас я продолжу, давайте посмотрим, что у нас есть. Стоит ли покупать акции компании, владеющей Зара, это у нас 6 апреля уже послезавтра, это тот вебинар, который должен был быть на прошлой неделе, но проблемы со звуком, с метатрейдером, который Глюч, он, как это назвать, конфликтовал с Super Edition приложением, и поэтому небольшие там были эти самые. Но у меня сейчас даже другой комп, я с него буду заходить. Так, что у нас еще, формирование портфеля, как диверсифицировать портфель, это тоже вопрос от слушателя, это уже 13 апреля, и вот тема была от слушательницы, работа трейдера команды или одиночный путь, я расскажу о том, как я пришел на рынок, что я делал, там может быть будет много каких-то рассказов интересных, не относящихся к анализу, но мне кажется, это будет интересно, потому что, ну, если спросить вас, сколько вы знаете трейдеров, которые на рынке столько лет, ну, не у каждого наберется большой список таких друзей, а у вас будет в четверг, 20 апреля, вот такой собеседник, который вам расскажет о том, как он пришел на рынок, что он делал, там массу вопросов рассматривает, таких даже каких-то личных может быть, проблем конца 90-х годов, когда, в общем-то, человек, который торгует на рынке, на бирже, на постсоветском пространстве, считался каким-то жуликом непонятным, непонятно, что делающим, а сейчас таких разговоров уже нет, на форумах обсуждали постоянно, важна ли работа трейдера, что он вообще дает, люди предлагают, я и сейчас вижу на смотлабе такие дискуссии о людей, которые привыкли делать реальную работу, но любая работа важна, в данном случае ликвидность рынка, я даже об этом расскажу, почему работа спекулянта достаточно важна, на живых примерах, на том, как запускали фьючерсы в Европе, они не пошли, в отличие от Америки, то есть хотели сделать справедливый рынок, а вот не получилось, потому что справедливый рынок получается, только тогда, когда есть большая масса быков, медведей и квадратных трейдеров, то есть тех, кто вне позиции, то есть спекулянтов, а если их нет, то, к сожалению, не получится. Так вот, достаточно будет интересный вебинар, на мой взгляд, я, по крайней мере, постараюсь, а может быть, даже кому он не понравится, потому что, ну, что с этого взять, да, анализы, улучшить свои навыки на этом не получится. Ну, в общем, вот у нас список вебинаров, предлагайте свои, предлагайте, а может, здесь еще есть, нажмем, да, здесь еще один есть, а, ну, это фундаментально, наверное, знаю, 16 мая. Предлагайте свои темы, Адмирал Маркет сможет заполнить хоть до конца года, сколько вы предложите интересных тем, равно столько я и проведу вебинаров. Да, спасибо, Виталий, у нас хорошие получились темы на апрель. Жду от вас, вот мой скайп. Вот это скайп, и для тех, у кого есть инстаграм, добавляйтесь, всегда буду рад. Второй – это инстаграм, а вот первый – это скайп. Жду вас в этот четверг, мы обсудим Зару, Бершка, Страдивариус, это те компании, которые входят в концерн Inditex, которые торгуются у нас в метатрейдере, вот здесь у нас есть акции этой компании, CFD этой компании, так что будет интересно ту компанию, те бренды, которые вы каждый день видите в торговых центрах, мы изучим, посмотрим, сколько они прибыли имеют, что это вообще за конторка, самый богатый человек Испании, чуть ли не Европы, на чем он зарабатывает, о личном опыте расскажу вам, что-то я не в восторге от того, что шьет господин Артега, по-моему, его звать. Вот, так что заходите, вчера будет интересно, и по вторник у нас во всегда в два рынка. Всем спасибо за то, что вы участвуете, спасибо, что слушаете вебинары. Да, Михаил, про Испанию будет очень интересно, я, кстати, жил много лет в Испании, и, может быть, с этим опытом тоже как-то пересечется. Но о своем опыте становления трейдера на этом вебинаре точно будет все, что касается не только начала процесса, но и конца жизни в разных странах, путешествий и так далее, думаю, будет интересно. Окей, все, вам спасибо, до свидания. Мы как раз уже...